Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья! Большой пламенный привет всем, кто смотрит и слушает. Первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне» телерадиоканал «Страна-ФМ». Александра Хайрулина, очень вам рада и с огромным удовольствием представляю вам сегодняшнего гостя. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Владимирович Кибовский. Здравствуйте, Александр Владимирович. Здравствуйте. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время, за то, что вы оказались в нашей студии. Мы невероятно счастливы и рады, тем более, что, смею предположить, по идее сегодня, наверное, должны быть разборы полетов, обсуждение, подведение итогов празднования Дня города Москвы. Ну, конечно, мы подводим итоги большой праздничной программы, которая проходила в Москве и 8 сентября, и 9 сентября. Причем она проходила по всей территории нашего города, сотни площадок, тысячи мероприятий, тысячи часов концертных программ самых разных исполнителей всех жанров, всех направлений. И, конечно, для нас очень важно, что все эти программы состоялись. Очень здорово, что нам погода в этом году благоволила. Я вам могу сказать, что я уже четвертый раз отвечаю за проведение этих мероприятий в нашем городе. И, в общем, конечно, в этом году просто, ну, особенно нам удачно с погодой повезло. И это нам позволило, конечно, все наши уличные форматы, вот те все активности, которые мы придумали и подготовили, провести в полном объеме. Все состоялось, все сработало. Ну, я думаю, что даже нет смысла об этом говорить. Все москвичи так были свидетелями и участниками этих программ. Я думаю, что я буду права, если я сейчас от имени всех москвичей, жителей столицы, гостей города, конечно, пользуюсь лучшим, поблагодарю вас и вашем лице, весь департамент культуры города Москвы. Более двух тысяч площадок. И каждый мог выбрать для себя в шаговой доступности буквально, да, место посещения мероприятий, но еще и по интересам. Самые, может быть, крупные, масштабные и интересные, на ваш взгляд, площадки, какие можно отметить? Ну, вы знаете, дело в том, что действительно площадки у нас главные, они достаточно традиционные, потому что люди к ним привыкли, люди их знают, люди готовятся и специально приходят туда. И могу сказать, что праздник, вот в чем преимущество нашего дня города за последнее время, что мы давно уже не делим площадки, знаете, что есть такие центральные, такие программные, есть такие там тешащие, но пожиже, как говорят в народе, да, и там уже где-то в округах, там как-то совсем уже такое-то там самодеятельность. Для галочки. Для галочки. На самом деле мы давно так не делаем, и у нас действительно на всех площадках всегда выступают популярные артисты, звезды, которых мы в основном видим всегда в телевизионном формате или на каких-то таких важных концертах. Вот мы так сделали, что наоборот, мы всячески усиливаем наши окружные площадки, и те, кто приходил в округах, в районах города, могли тоже это увидеть, что выступали многие известные артисты. У нас даже были тогда такие иногда были случаи, что у нас, когда вот мы начинали, допустим, в Новой Москве проводить такие концерты, к нам даже люди подходили и трогали людей, правда ли это... Или признали просто очень похожего человека. Да, даже с недоверием, да ладно, говорят, ну какая к нам там Гагарина, ну вы что, где мы, где Полина Гагарина, да. Потом удивленно, да, действительно, оказывалось, что приходилось... Она настоящая! Мне приходилось даже спускаться просто в народ и петь, просто показывать, что это действительно она, а не фанера, понимаете? И это тоже очень здорово, потому что мне приятно это отношение наших артистов к празднованию Дня города, потому что всегда это не просто какие-то такие номера, тем более, что многие выступают просто как подарок москвичам, особенно если артисты московских театров, московских коллективов. Они выступают бесплатно, как бы, делая такой творческий подарок нашим москвичам и гостям столицы. И действительно всегда делается всё, чтобы это было максимально, вот так говорить, душевно, по-доброму. Не казённый такой концерт про знарядки, по квотам каким-то, а действительно, что это наше общее празднование, мы все поздравляем друг друга с днём рождения столицы. Так и произошло и в этот раз. Так прошло в этот раз, и надо сказать, что ничем не хуже и не слабее по сравнению с прошлым годом. Несмотря на то, что в прошлом году был юбилей, а в этом году 871, но мне показалось даже, что несколько масштабнее всё это дело проходило. Ну, дело в том, что юбилейный год, он был особенный, и мы, конечно, всегда, даже если мы даже человек свои отмечать днём рождения, есть, в общем, не юбилейные даты, когда уже совсем уже... Да, особая подготовка, конечно. Совсем уже... Но на самом деле мы действительно просто из года в год программу всегда так делаем, чтобы каждый день рождения был запоминающимся, каждый был особенным. И люди уходили с этого праздника, ощутив действительно вот этот размах народных гуляний, независимо от того, такой год или другой какой-то год. Так и случилось и в этот раз. Поэтому очень здорово, что действительно вот наша традиция праздновать, она настолько уже известна, настолько она широко, в том числе с помощью СМИ, спасибо вам, заранее оповещается по всем средствам вещания, что вот могу сказать, что у нас большое количество людей специально приезжает в Москву из дальних регионов только чтобы побывать на дне города Москвы. Казалось бы. Иностранных туристов тоже? Иностранных туристов, особенно после чемпионата, мы просто видим колоссальный поток интереса к нашей столице. И действительно это здорово, потому что это день рождения не просто нашего города, это не праздник только москвичей. Мы отмечаем день рождения нашей столицы, столицы нашей Родины. И поэтому многие приезжающие говорят, это наш тоже праздник. И нам это приятно, что мы действительно это делаем таким образом, что к нам приезжает большое количество людей из разных наших регионов, вместе с нами разделяя радость празднования. И это очень здорово. Существуют ли какие-то определенные цифры? Сколько человек, ну хотя бы примерно, приняло участие в организации праздника? Ну, дело в том, что могу сказать, что у нас было более тысячи популярных артистов. Практически все, что можно было и кто мог принять участие, были все здесь. Да, кто не находился на гастрольном графике в каком-то... Даже люди приезжали, уезжали, возвращались, прилетали. Тут, знаете, целая очень тяжелая такая логистика, не буду сейчас ее открывать в полной мере. Но действительно, огромное количество популярных артистов, спасибо им. Даже несмотря на такие довольно плотные гастрольные графики, конкурсные графики, мы к тому же еще попадали в параллель с некоторыми очень уважаемыми музыкальными программами и фестивалями, которые проходили в других регионах. И тем не менее, День города, люди специально изменяли свои расписания, чтобы принять участие в праздновании. Кроме того, даже многие, вы знаете, даже потом, мы были вместе с коллегами на таком очень важном, благотворительном, ежегодном, традиционном мероприятии театр-ралли, когда многие популярные известные артисты, мы собираемся в саду Эрмитаж и делаем такой велозабег, благотворительный для сбора средств на поддержку ветеранов сцены. Многие прямо оттуда, прямо на велосипедах, поехали на избирательные участки, чтобы проголосовать. Да, поэтому, знаете, тут все было очень интересно в этом году, потому что действительно в этом году так случилось, что День города еще совпал с избирательным циклом, и мы выбирали мэра Москвы, и москвичи проголосовали в поддержку Сергея Семеновича Собянина, что лично для меня, конечно, большое удовольствие и большая радость, потому что, конечно, такое внимание к культуре, к развитию города, к развитию общественных пространств, которые при Сергею Семеновиче получила наша столица, но такого никогда не было. Я вот могу вам сказать просто, даже если просто цифры, если хотите, Ну вот могу сказать, что бюджет Департамента культуры, когда я пришел в 2015 году, а он уже был немало, он был где-то порядка 48 миллиардов рублей. Это колоссальное средство. Так вот в этом году уже в бюджет мы вносим в Московскую городскую думу во объеме 65 миллиардов рублей. Почувствуйте, какой рост всего-навсего за несколько лет. И действительно появилось огромное количество проектов, направленных именно не просто на какое-то освоение средств, а именно достигающие конкретный результат. Появились такие проекты мэра Москвы, как музеи детям. Все наши дети ходят в музеи сегодня московские бесплатно. Более того, есть возможность и у педагогов сегодня с 1 сентября заказать автобус, чтобы группу довезти до какого-то музея, там провести урок. Полосальный интерес к программе. Больше 300 тысяч посещений эта программа собрала за время своей работы. Есть уникальный проект «Искусство детям». Это когда у нас все наши музыкальные, творческие, художественные школы, они в полном объеме будут за ближайшие три года отремонтированы. Уже в этом учебном году 62 школы будут работать уже в обновленных, отремонтированных зданиях. Кроме того, мы приобретаем 35 тысяч единиц мебели специальной. Ладно, инструменты тоже мы приобретаем. Более того, мы приобретаем полную линейку инструментов. Но что сказать? Ну, стыдно бы сказать, когда мы провели анализ, у нас наши ребятишки, будущие наши звезды, будущие наши музыкальные гении, играли инструменты, которые были сделаны еще до рождения их родителей. Не то, что их самих, их родителей. Понимаете? Поэтому, конечно, когда мы открываем совершенно обновленные школы, которые укомплектованы музыкальным инструментом, нам совершенно понятно, кто завтра, послезавтра будет задавать музыкальную повестку не только в нашей стране, но и в мире. И мне, конечно, приятно, что этот процесс получил внимание, кстати говоря, очень уважаемых людей, которые уже стали ввиваться в систему нашего образования со своими предложениями программы. У нас вот уже Игорь Бутман, Леонид Агутин уже взаимодействуют с нашими творческими учебными заведениями, давая практически основы для тех ребят, которые собираются дальше посвятить себя музыкальному искусству. Александр Ильич, а правда, что в Москве просто рекордное количество музыкальных школ по сравнению даже с другими столицами в мире? Абсолютное, и картсмены в мире. У нас самая большая сеть дополнительного творческого образования. Чтобы вы понимали, это полторы сотни учебных заведений, 75 тысяч бюджетных мест. Это только то, что город оплачивает. Чтобы вы понимали для сравнения, вот я разговариваю с своими коллегами в других странах, те говорят, подождите, ну это элитарное образование, это специальное образование, мы его бесплатно вообще никому не даем. Хотите учиться, пожалуйста, платите. Лондон, две музыкальные школы, обе платные, обе элитные. Поэтому в том случае, что удивляться, когда они приезжают, вот наши коллеги смотрят, говорят, слушайте, ну мы понимаем, кто будет не только задавать повестку в концертных коллективах мира. Уже сегодня почти ни один коллектив мира оркестровый не обходится без наших музыкантов. Но уже сегодня, говорят, когда мы едем в Россию, тут самая изысканная публика, потому что те ребята, которые, допустим, даже не стали музыкантами, они составляют ту... Не получили образование. Конечно, и у них уже аудитория у нас совершенно другая. С точки зрения восприятия концертов. Поэтому, когда, допустим, мы сейчас открывали наш концертный зал в Зарядье, мы абсолютно понимаем, кто будет являться этой аудиторией этого зала через 10, 15, 20 лет. Я вам могу сказать, что когда начинали делать этот зал, были такие скептики, которые говорили, ну зачем нам еще один зал? Это достаточно в Москве, конечно. Консерватория, филармония, филармония 2, дом музыки. Ну зачем нам еще один зал? Никто уже эту музыку не слушает. Вот я вам могу сказать цифры. Мы где-то месяц назад открыли продажу билетов на концерты в нашем доме Зарядье до конца года. 110 тысяч билетов мы уже продали. Какая красота! На некоторые концерты просто их уже нет. Это показательная информация. 13 сентября у нас с Даниилом Трифонов нет билетов. Все. Понимаете? Величайший конец. Аншлаг. Вчера у нас с Аншлагом прошел концерт Плетнева, Стоянова, Красимир и Пела. Полный аншлаг. То есть мы понимаем, что мы уже сейчас, зал еще только 8 сентября в день города презентовали, показали его гостям со всего мира. А уже зал на стройку в репертуаре. А уже отбили практически деньги, которые можно построить. В общем, это серьезные средства. Но можно сказать, что самое главное, что мы понимаем, та программа, которую этот зал имеет до конца года, и дальше, естественно, само собой мы ее готовим. Абсолютно точно мы уверены, что этот зал будет в полном объеме зависит. Почти каждый день какие-то события, мероприятия, концерты. Причем это не обязательно только сухая классика. У нас там будут и джазовые программы, и детские программы. Но очень важно понимать, что мы получили площадку концертную концертную, мирового уровня. Мы сегодня абсолютные лидеры в мире, потому что зал обладает уникальной акустикой, которая вообще вызывала восторг полный у наших коллег. Вот мы прощались, когда были у нас в гостях и руководители Корнеги Холл, и Гамбургской филармонии, и Венская опера. И руководитель Ла Скалы, вот мы прощались, он долго нас не отпускал, потому что он в самых высоких выражениях и восхищениях говорил по итогам концерта о том, вообще, какой прекрасный зал, как он звучит, он внимательно слушал все. Вот знаете, он сидел еще, как профессионал еще внимательно. И плакал тихонько, я думаю. Вот вы знаете, там, а когда играл Даниил Трифонов, так я вижу, что прям как головой, прям, значит, вот в такт этому всему. Ну, понимаете, абсолютно человек растворился в творчестве, которое было на сцене в этот день, и, конечно, нам приятно, что мы имеем такой уникальный зал, который имеет не только технические все совершенства, в чем там уже заранее, как вы понимаете, встроенные, и специальные помещения, и специальные звуковые лаборатории для записи концертов, для их трансляции во весь мир. Причем трансляция уже шла на весь мир же через средства вещания. Но зал обладает у них удивительно естественной акустикой. То есть фактически такая большая, большая, огромная музыкальная шкатулка, драгоценная, которая позволяет любому живому звучанию, голосу или инструменту, неважно, какого в данном случае направления, главное, что это может быть живой звук. И вот тут мы получили вот такое место, где живой звук имеет все возможности быть услышанным во всей своей красоте и во всем своем многообразии. Этот зал гордость не только Москвы, но и страны, получается, всей страны. Там новейшие технологии. Потому что вы понимали, зал может в течение 40 минут быть полностью изменен по своей форме. То есть там 31 подъемные механизмы устройства, благодаря которому оркестровая яма может быть, ее может не быть. Портер может быть, его может не быть, потому что кресло переворачивается, у вас получается огромное спогодное пространство. Но что интересно, чтобы сделать акустику этого зала, интернациональная команда во главе с маэстро «Тойота», это один из самых крупнейших специалистов в области акустики, который делал 50 крупнейших залов мира, вот он являлся таким главным специалистом в этом деле, огромное количество работало специалистов над этим, была построена модель этого зала 1-10. И должен вам сказать, что на все комбинации, потому что, понимаете, зал полный, зал неполный, есть партер, нет партера, есть яма, нет ямы, а каждый раз это влияет на качество звука, в силу того, что меняется объем внутреннего пространства. Это целая наука, конечно. Конечно, и под это дело, каждый раз, если мы меняем партер, одновременно тут же идет настройка всего зала, чтобы максимально лучше был звук, даже если, допустим, нет каких-то рядов, понимаете. И это, конечно, большая, грандиозная техническая задача, мы с ней справились, и мне приятно говорить о том, что действительно мы имеем такую огромную, интересную концертную площадку. Ну и, конечно, орган. У нас появляется самый большой в Москве орган, 85 регистров. Это самый большой орган в Москве, который тоже станет, конечно, естественно, ну, такой уровень концертного залу должен иметь такой орган. То есть мы сейчас получаем самый большой. Вот сейчас у нас самый большой орган в Доме музыки, и это наша гордость. Вот теперь мы получаем еще один орган, самый большой. Еще больше, чем Дом музыки. Александр Владимирович, прошу прощения, мы должны прерваться совсем ненадолго. Оставайтесь обязательно с нами. Это телерадиоканал «Страна.ФМ». Программа «Лучшая в стране». У нас в гостях министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Владимирович Кибовский. Друзья, и про День города говорим, и про всевозможные акции, и про планы Департамента культуры Москвы означают те мероприятия, которые мы с вами и гости столицы могут посетить. Но вот в частности, в первой части нашей программы мы немножко затронули тему выборов, которые прошли вчера, в воскресенье. И большим жирным бонусом для людей молодых, проголосовавших на вчерашнем выборах, является возможность попасть на концерт в Олимпийском. Но здесь я хочу, чтобы вы, Александр, очень подробнее рассказали. Ну, для них праздник продолжается. Действительно, учитывая, что нам очень важно, чтобы молодые ребята тоже постепенно привыкали к тому, что мы имеем не только обязанности, но и права, то, конечно, нам, конечно, очень было важно, чтобы заинтересовать эту избирательную активность именно среди ребят молодых, которым в дальнейшем предстоит определять вообще судьбу нашего города, судьбу нашей страны. Конечно, каким-то образом привлечь их внимание к тем выборам, которые проходили. И мы имели очень хороший опыт, позитивный, весной, когда у нас были выборы президентской федерации. И мы решили эту традицию продолжить. Поэтому все у нас избиратели, которые были в возрасте до 30 лет, приходя на избирательный участок, могли получить флайеры с керкодами, по которым они могли получить билеты на концерт в Олимпийском. У нас 20, 21, 22 сентября. Да, ну, конечно, это фактически такой подарок за их гражданскую активность, за то, что они нашли для себя время не оставаться дома или на даче, а действительно принять участие в решении судьбы нашей Москвы на ближайшие годы. И каждый мог получить такой флайер, по которому вы можете зарегистрироваться и получить билет на один из концертов, который будет в Олимпийском, 20, 21, 22 сентября. У нас там большая популярная программа, вся она представлена на сайте Голоса 2018. Пожалуйста, можете посмотреть. И, кстати говоря, могу сказать, что флайеры, они действующие. То есть там в случае билеты можно еще получать, получать не только в день выборов. И вы, имея такой флайер, можете просто выбрать концерт, который вам больше нравится, который вам больше удобен с точки зрения даты проведения и прийти на него. Могу сказать, что у нас всего билетов запланировано около 60 тысяч билетов. 20 тысяч билетов уже забрали, их уже нет. Причем больше половины у нас билетов именно, конечно, на 22 сентября. Но в силу понятных причин. Но опять-таки, поэтому я думаю, что вот как раз сегодня, завтра мы ожидаем самую такую активность, потому что вот как раз приходит осознание, приходит интерес и желание посмотреть, что же есть в этой программе. Я, опять же, тех, кто получил флайеры, приглашаю. Пожалуйста, приходите. Вот все, кто был на концертах в марте, я думаю, могут вам точно сказать, что концерт мы проводим хорошо, красиво, интересно. Программа, она такая, действительно, очень большая. Больше 20 популярных исполнителей. Именно репертуар, который, я не думаю, очень еще не мне, там, может быть, человек уже далеко за 30 лет, а все-таки именно, которая составлена с учетом мнений и пожеланий как раз тех ребят, которые у нас придут на этот концерт. Ну и, естественно, что это будет для вас, может быть, даже историческое посещение, потому что фактически этими концертами мы завершаем репертуарную площадку, деятельность репертуарную Олимпийского, потому что мы очень благодарны его владельцам, потому что эти концерты фактически после этого он начинает уже входить в ремонт, в обновление, будет проведена большая работа, а потом, чтобы еще сделать его лучше. Олимпийский уже никогда не будет прежним, его уже не увидишь таким. Ну, дело в том, что он уже сейчас, в общем, действительно, это очень одна из таких главных концертных площадок нашего города, но вот обещают коллеги, что когда завершатся эти работы, ну, это будет вообще совсем современный зал для самых разных концертов, тем более, действительно, надо быть в этом отношении объективными, учитывая его возможности по количеству зрителей, это одна из самых крупных площадок в нашем городе. Александр Ильич, кто выступает из артистов в Олимпийском для избирателей? Ну, пожалуйста. Несколько хотя бы фамилий, чуть-чуть для молодых избирателей, да. Мне тут, кстати говоря, вот одна из жалоб, которая нам поступила вчера в рамках выбора, как раз один человек, ему там уже было под 40, вот он жаловался, почему, значит, молодежи все, а ему ничего, значит. Ну, конечно. Потому что он прочитал программу. Я его прекрасно понимаю. Ну, как, слушайте, я тоже, я говорю, ну, слушайте, ну, как-то предполагали, что все-таки, я понимаю, ну, вот видите, да, я-то, собственно, это из-за этого, он говорил, так, Джиган, Мот, значит, Темникова, Воробьев, Полина Гагарина, Миша Марин, я тоже хочу, почему мне нельзя, вот, поэтому, учитывая, что, видите, даже уже люди старшего поколения рвутся, я очень рекомендую молодым людям, так сказать, озаботиться тем, чтобы все-таки свои места быстро-быстро получить, потому что точно вам уже на пятки будут сейчас наступать ветераны. Да, сто процентов. А получается так, что вот люди, в том числе тот мужчина 40-летний, он не может оказаться на этом концерте? Я думаю, что, ну, не совсем так. Я думаю, что мы же выдаем флайеры избирателям, дальше они вправе распорядиться этим по своему усмотрению. Там никто не делает фейс-контроля, не проверяет на входе. Поэтому мы уже поняли уже по марту, что иногда, значит, молодые ребята уступают свои места родителям, мы это почувствовали, мы это увидели. Более авторитетным людям в своей семье. Ну, в данном случае, это их право, как и право избирать. Поэтому, в данном случае, мы не ограничиваем их право ни в праве выбора, ни в праве посещения концерта. Друзья, прерываемся совсем ненадолго. Программа «Лучшая в стране» скоро продолжится. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Программа продолжается. Друзья, министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы, Александр Джекебовский, сегодня у нас в гостях. И мы теперь все больше и больше убеждаемся в том, что действительно и Москва лучший город страны, и вообще Москва лучший город мира. В том числе, конечно, благодаря Департаменту культуры города Москвы, потому что все масштабные акции, мероприятия, праздники, конечно, происходят успешно в нашем городе, благодаря именно вам. Ну, это уж как-то очень смело сказано, на самом деле, чтобы такие провести мероприятия. Нет, участвуют все, на самом деле, Департаменты города, поэтому, что мы можем увидеть, может, только вершину айсберга, потому что мы же прекрасно понимаем, что... А я даже логотипы вижу, везде только Департамент культуры, Департамент культуры, Департамент культуры. Мы же с этим отвечаем, в первую очередь, за концертные программы, да? А вот, если мы говорим про, допустим, фестивали, то это, конечно, Департамент торговли, потому что, естественно, вы знаете, что многие мероприятия сопровождаются еще мероприятиями торговли. Естественно, чтобы было безопасно, конечно, у нас участвуют все наши программные органы, чтобы все это было не только интересно, но и было спокойно и комфортно. Но вот, чтобы вы понимали, вчера в городе, на дне города, дежурило 38 тысяч сотрудников полиции, нацгвардии, охранных предприятий. И, естественно, что всех восхищало вообще наше обеспечение с точки зрения экстренного реагирования на разные медицинские вопросы. У нас 150 бригад скорой помощи было экстренного реагирования на дежурстве и 12 бригад центров экстренного реагирования. То есть, если возникала какая-то проблема, там, 2-3 минуты, уже помощь приходила на месте. Поэтому еще говорю, чтобы такие фестивали проводить, надо не только уметь делать концертную программу, развлекательную программу, детскую программу. Конечно, огромная задача с тем, чтобы это было еще и безопасно, и для людей, и чтобы мы готовы были к любым испытаниям. Я же не говорю там про тех специалистов, которые дежурили на объектах энергообеспечения, водоподачи, Москоллектора. Те, естественно, люди, которые обеспечили работу московского транспорта, который работал все эти дни. Поэтому задействованы были десятки тысяч людей, чтобы вот этот праздник прошел. Но работа их не видна. И поэтому мы о них, к сожалению, очень редко об этом говорим. Но могу сказать тщетно, что без этих людей бы не было точно ничего. Поэтому всем хотел сказать тоже большое спасибо. Попользуюсь случаем, естественно, тоже их поздравить с прошедшим днем города и сказать огромное спасибо за то, что вчера у нас все отработали так, что мы не их не замечали, но они всегда рядом с нами присутствовали и были рядом с нами. И, конечно, это, на самом деле, большая работа, которую мы научились делать за последние годы в нашей столице. Мы прошли высшую проверку, наверное, в дни, когда у нас проходил чемпионат мира по футболу. И мне очень смешно было беседовать с моими коллегами иностранными, которые приехали, и говорили, как вы хорошо подготовились к Мундиалю. Я говорю, коллеги, да мы не готовились к Мундиалю. Мы так уже живем не первый год. Просто мне приятно, что вы приехали, увидели, как мы живем, оценили, что мы лучший город Земли, и вам здесь тоже было безопасно, радостно, комфортно. При этом, что, опять же говорю, никаких экстренных каких-то мер мы, честно говоря, особенно и не принимали. Просто, да, действительно, мы знали, что будут мероприятия. Где-то были усиления, когда были футбольные матчи на территории Москвы, но в целом... Просто побольше людей приехал в столицу. ...жил нормальной жизнью, да. И это было... Мы к этому готовы. То есть мы готовы провести акции массовые самого сложного формата. Когда я рассказываю нашим коллегам за рубежом, что мы проводим акцию «Бессмертный полк», в котором участвуют миллионы людей, и у нас ни одного ЧП за это время не происходит, они просто в удивлении. То есть идет пеший марш людей разного возраста, разных возможностей. И при этом у нас нет никаких в этом отношения, вот сколько мы проводим его, никаких вообще эксцессов. Это, конечно, их подвергает в большое удивление. Поэтому я считаю, что эта оценка, которая была поставлена на встречу всех представителей пролитых органов стран-участниц, высочайшей нашим организаторам, конечно, она совершенно справедливая. Поэтому еще раз говорю, то, что мы такие можем праздники делать, умеем их делать, это, конечно, огромная заслуга той команды, которая за последние годы проводила такие акции и мероприятия. Еще раз говорю, у департамента есть свой участок, мы с ним справляемся, спасибо за хорошие слова про нашу работу. Но еще раз говорю, это наш общий огромный успех. Ну и само собой, это огромный успех всех москвичей, которые приходят на праздники с хорошим настроением, создают эту позитивную атмосферу, которая всех и радует. Поэтому это очень здорово, это наш общий день рождения нашего города. И мне приятно, что не только мы, как организаторы, являемся организаторами этого хорошего настроения, но и все те москвичи, которые приходят на наши площадки уже не первый год. Александр Владимирович, про акцию «Московское кино» хочу с вами поговорить, которая в этом году впервые тестировалась, можно так сказать, в столице. И это более 60 кинопроектов, кинотеатры и встречи с режиссерами, с актерами, и возможность под открытым небом посмотреть любимые фильмы. И я знаю громое количество людей, которые с восторгом приняли вот эту идею. Ну, нам всегда показалось интересным. Вот когда закончился Мундиаль, мы понимали, что будет очень приподнятое настроение. И мы, конечно, хотели, чтобы это настроение как-то было продлено, чтобы оно не покидало Москву с завершением спортивных событий. Конечно, потому что очень грустно становится потом, когда все заканчивается. Ну, конечно. И мы поэтому продумали, ну а что может быть тоже таким хорошим, таким удивительным послевкусием после этого всего замечательного праздника. И мы сделали проект «Московское кино». Он работал в августе. Вот вчера у нас была последняя завершающая кинокомпания. «Наше московское кино». Мы построили 30-летних кинотеатров, таких быстровозводимых, под открытым небом, где действительно показывали различные кинофильмы. Она у нас была, это сеть одной из главных участниц 25 августа «Ночи кино». И, конечно, как вы правильно сказали, мы вернули тот формат, который был, к сожалению, подзабыт за последнее время. Это как раз когда вы не просто смотрите кино, но вы еще можете посещаться с режиссером, с актером, с кинокритиком, который вам рассказывает о каких-то фильмах, в чем открывает вам те самые смыслы, на которые вы, может быть, не обратили бы внимания, если просто смотрели бы его просто сами по себе. И это действительно получило огромный резонанс. У нас всего таких 30 кинотеатров по всему городу. Работали они, как я сказал, месяц. Больше миллиона 100 тысяч у нас посетителей. То есть это, конечно, москвичам очень понравилось. И мы это видим даже по тем обращениям в наш адрес. Вообще, знаете, обычно нас же всегда только принято ругать. Ну, нам-то люди пишут, в общем, только бумаги соответствующие у содержания. Могу сказать, что вот есть такое понятие у статистиков – индекс лояльности. То есть когда есть хорошая или там плохая динамика отношения у людей к тому или иному событию. Могу сказать, что по этой акции действительно у нас очень высокий индекс лояльности, потому что у нас действительно много, самым неожиданным образом, обращений такого позитивного характера. И много пожеланий, чтобы мы эту акцию продолжили следующим летом. Но для нас это был такой пилотный проект. Мы посмотрели, нам очень приятно, что москвичи оценили это, и многие это дело поддержали. Более того, уже даже пишут обращение, добавить уже площадку такую-то в нашем районе. Вот дайте нам просто у нас. Нам далековато ехать. В парке Лефортовском парке. Вот нас очень нам все это понравилось. А вот можно нам поближе в парк Лефортово это перенести, тоже такую площадку сделать. Это говорит о том, что действительно проект вызвал отдачу. И люди захотели в нем принять участие. И даже более того, желают, чтобы он продолжался уже даже ближе к ним. Ну, мы такие, естественно, все пожелания соберем. Мы обсудим это с нашей Московской городской думой, которая, в общем, у нас отвечает за такую коммуникацию с избирателями, с жителями города. Но если это действительно будет очень востребовано москвичами, мы сейчас посмотрим. Ну, сейчас мы только вчера завершили, сейчас мы подведем итоги. Поглядим обратный резонанс, какой у нас у москвичей есть. В целом обобщим. И тогда уже будем принимать решение о продолжении этого проекта следующим летом. В том числе вы будете опираться на данные, полученные сайтом «Активный гражданин». Там есть возможность высказаться как-то? Я думаю, что мы обязательно по этому вопросу проведем соответствующие голосования. Вообще мы этот инструмент используем очень активно. Вот когда мы формировали программу «Дня города», чтобы вы понимали, мы получили более полумиллиона мнений наших горожан по программам, которые мы готовили. То есть мы заранее проводим опрос, мы подойдем итоги этого года. Москвичи нам, кстати, подсказывают, что надо усилить, что надо добавить, то есть какие программы надо продолжить по отношению к «Дню города» прошлого года. И вот это мнение, кажется, для нас очень важно, потому что оно и гарантирует нас от того, что наш административный ресурс не вступит в противоречие с настоящими интересами нашей аудитории. Но мы это постоянно так делаем. Ну, например, когда мы делаем концерты для ребят-выпускников, которые у нас проходят в парке Горького, уже не первый год. Вот могу сказать, что, ну, знаете, вот если вы там такой седой мужчина, как я, мы бы сели с коллегами и стали придумывать, какой же концерт дать ребятам. И список артистов. И список артистов своих любимых. Своих любимых, да, вот, да. Ну, то есть как бы, вот, приначале даже спорили с родителями, потому что они там пытались своих каких-то артистов писать, коллеги, но это артисты, которые... Это праздник для ребят, а не для родителей. Конечно. Как бы я вас не уважал, да. И когда они увидят эти итоги, мы это проводим тоже на «Активном гражданине». И топ-3 артистов, которые занимают ведущие места по опросу самих по голосованию, самих ребят, мы всегда стараемся приглашать. Так было и в этом году. Причем, мне что интересно, что список каждый год меняется. То есть сегодня по этим вообще живем в уникальной атмосфере. То есть, если у нас, допустим, когда, допустим, я был в этом возрасте, у нас все-таки были какие-то поколенческие артисты, которые занимали творческий алим на какое-то продолжительное время. Сейчас, вот я уже четвертый раз проводил выпускной в парке Горького, могу сказать, что каждый раз вот топ-3 практически меняется. То есть 101 артист практически не сохраняет своих позиций. То есть это говорит о том, что даже от класса к классу уже у ребят меняются вкусы. И это очень важно. То есть как бы настолько динамично сегодня развивается наше музыкальное пространство. Приспоявляются все новые и новые артисты, подрастают. Да, есть коллективы, кстати, исполнители, которые занимают жестко, вот они постоянно находятся, допустим, в топ-10. Нет, вот пятая, шестая позиция, но они стабильны. Это действительно мы видим. Такие вот группы, которые действительно находятся постоянно вот в этом топе. Но вот лидеры, один, завтра другой, через год уже третий, это тоже о многом говорит, заставляет задуматься и самих артистов, потому что очень трудно удержаться на Олимпе. И это должно быть очень понятно, потому что это должно быть огромное количество включенного уже современных возможностей и механизмов. Вы должны быть совершенно созвучны молодой аудиторией. Чтобы, словно говоря, в следующем дне города вообще уже казаться даже не в топ-10, понимаете? Ну, а какова успешность у артиста? А здесь каждый артист как раз должен смотреть на количество приглашений Департамента культуры, выступить на тех или иных мероприятиях. У нас пауза коротенькая, скоро вернемся. Программа продолжается. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы сегодня у нас в гостях, Александр Джинчикибовский. Александр Ильич, скажите мне, пожалуйста, музей привели в порядок? Библиотеки тоже привели в порядок? Мы приведем еще до конца, у нас большая программа, Московский библиоцентр, у нас большой проект, который предполагает комплексное развитие наших библиотечных центров, все-таки в Москве 440 по всем районам. Это вообще самая близкая для москвичей сеть. И то, что они за последние годы, конечно, очень сильно изменились и стали такими действительно не местами, просто где сидят, значит, как наша библиотечная молодежь называет, библиотекарей таких старшего, что называется, поколения по образу жизни, даже не по возрасту, такие ждуны. Вот эти библиошдуны, вот, как бы, да, вместо вот них у нас сидят такие интересные, насыщенные центры общения с самыми разными возможностями и опциями. В том числе, конечно, там у нас будут и ремонты произведены всех наших этих библиотек. Ну, да, достаточно серьезная реформа идет, конечно. Ну, а теперь большая работа проводится и с театрами. Уже сделано очень много, я знаю, и планируется, да? Да, конечно, у нас огромная работа проведена по театрам. Вообще, надо сказать, что в 2011 году у нас с театрами была ситуация не очень хорошая в плане их материального базы. То есть, да, мы ими гордимся, они все творчески замечательные. Москва, конечно, является столицей театральной страны и одним из крупнейших мегаполисов мира. Напомню, что у нас театр в городе около 250. В ведении нашего департамента находятся 82 городских театра, в том числе такие, ну, замечательные, известные театры, как там Ленком, театр Сатиры, театр имени Моссовета, театр музыкальный Станиславского Немировича Данченко и так далее, и так далее, и так далее. И в то же время есть театры не очень большие, там, кукольные, детские, юного актера, юного зрителя. Это все, как бы, театры, которые находятся в нашем ведении. Но, если мы возьмем материальную базу, то, конечно, была ситуация достаточно тревожная, потому что, во-первых, была масса долгостроев. Вот сегодня мы уже спокойно воспринимаем, что есть геликон-опера, которой мы гордимся. Да, конечно. Что есть театр-табакерка на Серпуховке. А эти-то все были долгострои. Геликон 10 лет не могли сделать, табакерка 20 лет стояла вообще в котловании. И, конечно, если мы анализировали в целом, то у нас было только где-то 20% общих площадей, куда не шло, там, более-менее нормальных, а 80% находились в состоянии, требующем экстренного реагирования. И вот, в результате тех мер, которые были тогда приняты, большая была сформирована программа, сегодня мы к 2019-2020 году выйдем на обратную пропорцию. Когда у нас наоборот, у нас будет 80% абсолютно отремонтировано, причем отремонтировано уже по всем требованиям современного театрального дела, то есть со всеми требованиями по звуку, по свету, по технологии. Такие театры, допустим, как вот тот же самый геликон и табакерка, это, в общем, уникальные механизмы, которые там применены, которые вообще позволяют изменять объемы зала и сцены в любых форматах, удобных для режиссера. У нас в этом сезоне заканчиваются работы. Вот сегодня мы, в частности, поздравляем Алексея Александровича Калягина, потому что он начинает театральный сезон в обновленном, завершенном комплексе театра ЭЦТРА на Чистых прудах. И действительно, на Мясницкой вот эта новая часть, которая должна была быть построена с самого начала, но которой очень долго не было, с 2005 года, напомню, да, вот, все она вводится в строй. И, кстати, там очень интересно, что там будет пространство для занятий с ребятами, для детской программы. В этом же году мы начинаем наш репертуар в завершенных объектах, таких как Театр Современник на Чистых прудах, Театр Школы Современной Пьесы, который, как вы помните, пережил тяжелейшие пожары. Вот сейчас тоже завершаются работы по не только обновлению, но и по реставрации этого зала, и этого здания уникального, который там, кстати говоря, когда там реставраторы провели работу, то под двадцатью слоями штукатурки и краски обнаживались фрески, и уникальные, начало 19 века, еще до пожарной Москвы, то есть еще до Оливье, который в этом здании придумал свой замечательный сад, которым мы все наслаждаемся по сей день. Именно там это происходило, в этом здании, которое сегодня занимает Театр Школы Современной Пьесы под управлением Осифа Рахельгауза. Поэтому, конечно, программа большая. У нас в перспективе уже принято решение мэра Москвы о реконструкции и реставрации Театра имени Маяковского, о реконструкции и реставрации Театра имени Пушкина под руководством Евгения Писарева, то есть такие тоже очень известные, важные театры. И как раз мне было очень приятно Игоря Матвеевича Костолевского, как раз лично поздравить с тем, что по его Театру принято решение, тем более сейчас он является президентом Золотой Маски, и, конечно, это очень здорово, что все-таки Театр дождался такой работы, потому что, чтобы вы понимали, вентиляция в Театре Маяковского 57-го года образца. Боже, это невозможно представить. Это даже, ну, сейчас, думаю, многим наших слушателей трудно представить, они думают, что это где-то вообще, ну, где-то, знаешь, так звучит из области Куликовской битвы. А вот театр, тем не менее, до сегодняшнего дня работает вот на таких мощностях. Поэтому, конечно, наша задача, чтобы наши замечательные театры, имеющие такую насыщенную творческую повестку, которыми мы гордимся, которым действительно является лицом города, в том числе лицом города на мировой арене. Ну, например, вот сейчас у Стана Александровича Калягина предстоят гастроли в Италии, где ему будет вручаться премия Гоголя. Поэтому это наши, в том числе, и визитные карточки на мировой арене, чтобы они, конечно, имели достойные площадки здесь, в нашем городе, в нашей Москве. И, конечно, чтобы наши москвичи, приходя в эти театры, действительно окунались в вот эту атмосферу высокого искусства, и действительно их в этом отношении ничего не смущало. А у нас небольшая пауза, и будет еще немного времени для того, чтобы общаться с Александром Владимировичем. Оставайтесь, и вы с нами. Программа «Лучшее в стране» продолжается. Александр Владимирович Кибовский сегодня у нас в гостях. В друзьях говорим мы с Александром Владимировичем вот сейчас о чем. Я знаю, что вы любите рок. Ну, я как-то человек, хороший в соответствующие годы. Моя юность проходила на 80-е годы, но, сами понимаете, мы еще сейчас об этом рассказать, мы подумаем, что сидит какой-то здесь, наверное, ветеран. Ну, тогда другого ничего не было, даже не кассетники, катушечники еще были, когда там первый «Наутилус», слушали первый альбом. Александр Владимирович, про вас точно не скажут, что вы ветеран, потому что люди видят, какие артисты выступают сегодня на наших площадках, будь то, пожалуйста, «День города» или «Выпускной». Да, ну, понимаешь, если бы я там свои пристрастия реализовывал, там, ну, кончилось бы все это печально. На самом деле, могу сказать, что у нас, вот, кто у нас были трое лидеров, допустим, выпускного этого года? Да, интересно, кто. Федук, Мот и Ольга Бузова. Кстати говоря, все они выступали на нашем концерте. Но я могу сказать, что вот когда мы, ну, как бы, так сказать, закрепляли, что называется, этот репертуар, то там один очень уважаемый человек, солидный, в годах, сказал, слушайте, а это кто? Кто это? Я сказал, вот это лучший залог того, сказал он сам с юмором, что это точно то, что хотят слушать ребята, придя на выпускной. Потому что это все-таки их желание, а не желание там родителей, учителей, педагогов при всем уважении на самом деле. Поэтому, конечно, наши концерты, которые мы проводим на выпускном в парке Горького, ну, они являются самыми таких востребованных. Более того, мы даже их, ну, пошли навстречу, мы транслируем их в прямом эфире на музыке первого, чтобы не только те, кто на этом выпускном в парке Горького, но и все могли его посмотреть. Вот. Я надеюсь, что и когда придут в Олимпийский, те ребята, которые придут, ну, либо те, кто возьмут их билеты из родителей. Да, это 21-е, 22-е, 23-е. 20-е, 21-е, 22-е сентября, да, в Олимпийском, все это у нас тоже будет. Поэтому мы, конечно, мы, естественно, мы развиваем классические формы искусства, высокого искусства. Мы должны быть, конечно, в этом отношении абсолютными лидерами в мире. И зал зарядия, о котором мы очень много сегодня говорили, является одним из таких элементов этого вообще развития. Но при этом мы чутко следим за интересами молодой аудитории. И, кажется, вот такие системы, как активный гражданин, где, собственно, мы получаем мнение самих ребят напрямую, не кто-то там за них что-то придумал, сказал, а они сами формируют, в данном случае, творческую повестку тех праздников, которые для них интересны, для них организовываются, нас гарантируют от того, что мы точно не будем скучными, что ребята не придут и скажут, ну, Нафталин, не хочу, неинтересно, и уйдут на самом деле. Все равно наоборот. Даже те ребята, которые уже закончили школу, которые уже были на выпускном, мне приятно, что вот есть такое сарафанное радио, когда они уже своим, следующим, кто будет в следующем году выпускаться, говорят, обязательно сходите. И мы это видим, потому что у нас рост динамики посещения выпускного колоссальный. От года к году, прям вот по 20% мы видим, как мы набираем. И, как вы понимаете, если бы мы не делали то, что интересно ребятам, а я не зря сказал, что у нас каждый год меняется группа лидеров вот в этом топ-10, да, то, естественно, что уже никакой, не то чтобы прирост, мы бы получили бы полностью отрицательную динамику, потому что ребята лучше бы остались там где-то в других местах, дома, чем, извините, ехать в парк. Но если мы видим, что у нас рост колоссальный, от года к году продолжающийся, ну, конечно, значит, та программа, которую мы предлагаем, она интересна, созвучна, разнообразна, познавательна. Ну, то есть полностью соответствует тому, что ребята в этот важный для них день хотят услышать. И так мы стараемся подходить ко всем тем мероприятиям, которые мы проводим, то есть ориентироваться на ту аудиторию, для которой это делается. Неважно, старшая эта аудитория, которая хотела бы видеть каких-то других артистов. Ну, например, вот вчера с аншлагом абсолютно прошел концерт Плетнева в зале Заряди, и еще раз говорю, на 13-й на Данилу Трифонова билетов уже нет. Поэтому спешите, на сайте билеты еще возможно достать, но уже, я говорю, вот так всем там, даже вот звонят мне, я же самый верный лакмусовая бумажка популярности того или иного места в этом городе. Если уж мне начинают звонить, значит, действительно полный аншлаг. Значит, реально уже ни за какие деньги, ни у перекупщиков, нигде этого достать уже невозможно, только ко мне уже последняя возможность что-то каким-то образом попытаться, ну, как-то хотя бы в директорскую ложу, как-то на откидном, понимаете, сесть. И поэтому я могу вам сказать честно, что если уже начинаются такие вот звонки, значит, точно в этом месте огромный интерес, огромная аудитория желает посетить тот или иной концерт. И мне приятно, что ко мне обращаются по самому разному. От классической музыки до совершенно современных авангардных исполнителей. А от наших каких-то отечественных классиков, в том числе и рока, и заканчивая совершенно новыми приезжими иностранными звездами, которые собирают у нас здесь стадионы. Поэтому еще раз говорю, Москва — удивительный мегаполис, удивительный с точки зрения его творческой повестки. У нас ежедневно, вдумайтесь в эту цифру, проходит в городе 270 крупных заметных событий. Концерты, фестивали, вернисажи, выставки, флешмобы. Это ежедневно. Если я сейчас не хочу вам говорить там кинопоказами в мире, там вообще за миллион, понимаете? Поэтому то, что у нас город, конечно, вот то выражение, которое мы часто слышали во время Мундиаля «Москва never sleep», могу вам точно сказать, что это касается не только жизни города как мегаполиса, но и в том числе его культурной и творческой повестки. Александр Владимирович, если поговорить немножко о вашем увлечении, что можно к нему отнести? Понятно, вы историк по образованию, вы и пишете книги, вы много в чем разбираетесь. Но вот то, может быть, о чем мало кто знает. Ну, я в одном случае, я сам по образованию искусствовед, в этом случае, редкий случай, я работаю по специальности, как иногда шутят мои коллеги, потому что у меня еще тогда то первое образование, еще диплом советского образца, там написано «Музейное дело охраны памятников истории культуры», я очень много этим занимался, и реставрацией памятников, и все-таки тема моя научная в большей степени лежит в истории русской живописи, я занимаюсь, скажем так, возвращаю имена портретам русских людей, которые в силу революционных потрясений, многие другие события, утратили имена. Ну, вот, если вы зайдете в музей, всегда такая найдется категория произведений, написано «Портрет неизвестного», «Портрет неизвестный» и так далее, и тому подобное. Вот могу сказать, что за свою работу я... Больше 500 портретов я установил, кто изображен, где-то даже удалось авторов восстановить, это там датировки, поэтому это такая работа кропотливая, системная, важная. Ну, вот я... Знаете, у каждого есть свои представители. Кто-то там катается на лыжах, кто-то ездит, там, не знаю, на экстремальные виды спорта. Или на рыбалку. На рыбалку. Я к этому не склонен, просто я в этом отношении считаю, что я могу еще добавить некую такую научную составляющую к своей биографии, возвращая имена русским портретам. То есть на себя какую-то небольшую, хотя, как выясняется, уже сотни портретов уже не такая уж и небольшая, лептого отечественного искусствознания. Ну, вот за эти все мои исследования с 2012 года я являюсь действительно членом Российской академии художеств, чем я очень горжусь. И это действительно, ну, такая, очень важная для меня составляющая. Я, правда, иногда спрашиваю коллеги, я, Александр Ильич, а вот как-то вы странно, почему-то вы все время где-то в час ночи начинаете по этой теме общаться, писать. Другого варианта в любом случае нет. Но я говорю, ну, понимаете, когда вы все это успеваете? Я говорю, ну, я просто, честно скажу, я вот редко смотрю телевизор, и, наверное, в силу этого у меня хватает времени, в том числе и на это. Где-то семь книг уже написаны вами, или я не точно называю сейчас количество. Да, где-то в таком объеме. В том числе и военным костюмам. Книги посвящены разных эпох. Ну, я с вами преподавал, в школе студии МХАТ. Да, да, историю костюма. С вами, да, так получилось, что где-то в 2004 году пришлось подхватить это направление на постановочном факультете школы студии МХАТ, потому что, к сожалению, выдающийся специалист, который там был, Куликов, он ушел из жизни, и получилось так, что выпускной курс практически остался без специалиста в этой сфере. И вот тогда пришлось как бы там поставить плечо. Но я очень с большой благодарностью вспоминаю тот период, потому что тогда мне удалось поработать очень многими режиссерами на многих картинах. Практически со всеми и с Владимира Ивановичем Хатиненко, и с Павел Семеновичем Лунгиным, и с Чухраем, и с Сергеевичем Говорухином, на пассажирке, кстати, я был консультантом. Консультантом по фильму многих. Да, то есть я по военному костюму консультировал. И благодаря вам теперь режиссеры еще более тщательно и внимательно относятся к исторической достоверности. Сейчас с этим стало гораздо лучше. Я прямо скажу, что небо и земля по сравнению с тем, что было, когда мы эту тему подымали, и старались, как раз, доказать ее важность, нужность. И сегодня, конечно, ну, гораздо в этом отношении все качественнее. Другой разговор, что сейчас другая проблема, я об этом тоже говорю, что, понимаете, это не заменяет художественное достоинство картины. То есть, допустим, если мы возьмем какие-то великие творения, например, на фильме Андрея Рублева очень много исторических там неточностей и ошибок, но это мировое кино. Поэтому я достаточно спокойный в этом отношении. То есть, еще раз, мне не стыдно, когда и картина, так сказать, ни о чем, да, и еще и исторически она недостоверна. Вот тогда действительно ничего более для меня печального нет. Но если действительно фильм удивительный по своим художественным качествам, даже я готов какие-то вещи ему простить. Хотя, конечно, было бы лучше. Я считаю, что одно другому абсолютно никак не мешает. Если бы и фильм был замечательный, и с точки зрения исторических деталей там все было бы правильно. Ну, а над книгой-то какова это ведется работа сейчас? Сейчас уже, к сожалению, времени нет. На это дело не хватает. Все книги там были написаны достаточно несколько лет назад, достаточно давно, до момента начала моего работы в правительстве Москвы. Но статьи некоторые я пишу. Вот такие скетчи легкие, о разных интересных примерах, когда у нас, точнее, портрет одного человека считался изображением другого, и наоборот. В журнале «Дилетант» у меня есть авторская рубрика. Вы ее ведете сейчас? Я ее веду, да, в каждом номере появляются такие короткие небольшие статьи, которыми очень приятно. Вот я вчера вот с академиком Ямбургом общался, он мне же говорит, а я читаю ваши статьи, Александр Владимирович, я слежу за вашими, так сказать, творчеством, мне это очень интересно. Знаете, здесь уж такие удивительные, уважаемые люди, уделяют внимание творчества. Ну, я, конечно, страшно горд этому обстоятельству, надеюсь, и слушателям тоже, кому это будет и не безинтересно. Эти, кстати, статьи, мы договорились с «Дилетантом», они у меня все выложены на моей страничке на Мусру, вы можете посмотреть, там прямо в макете PDF-файлы, все, возможно, их можете перечитать, довольно много их уже накопилось за это время. Александр Владимирович, у вас очень интересная семья, вы наследник дворянской семьи, там много интересной истории, это отдельная тема, я считаю, в нашей программе, но тем, кто заинтересуется, найдут информацию в интернете, но есть уже и ваш наследник, Владимир Пценович. Я бы хотела узнать, может быть, есть уже какие-то явные увлечения? Ну, довольно радо сейчас говорить, все-таки он только-только начинает свою, вот так сказать, жизнь, в общем, мы ходим в подготовительные, да, 6 лет, пока ходим в подготовительные, ну, пойти, во-первых, по поводу дворянства, я к этому отношусь с большим, так сказать, внутренним, таким ответственным чувством, потому что это не повод для какой-то спеси дворянской, для какой-то аристократических каких-то амбиций. У нас в гостях вот не часто бывают представители дворянских семей. Я, конечно, горжусь тем, что, например, у нас только 7 сентября мой предок Пётр Демьянович Киевовский был участником этого сражения, он был на Бородинском поле, уцелел, потом он был в битве при Малой Ярославце, и я являюсь участником общественного потомка войны 1812 года, но так уж получилось, что есть предки-то ещё более древние, у меня это сражение при Нарве с Петром Великим участвовали, да ещё куда, в казах-ерменском походе с старым Алексеем Михайловичем, но лично для меня и для многих моих коллег это не повод для чванства, понимаете, это повод сверять свои поступки и дела по истории своего рода и быть достойными их памяти. Вот я знаю многих коллег, которые, они очень разные, люди занимают высокие посты или просто работают, ну, обычным, так сказать, ничего выдающегося, не занимают никаких должностей, но я не знаю ни одного негодяя, который вот был бы верен истории своего рода и который бы, на самом деле, вёл себя как-то подло, у кого в роду там люди, которые, в общем, защищали наше Отечество при разных царях и при разных государях. Почему без этого должны быть дворяне, например, наше общество потомка 19-го года входит в ходе и потомки солдат, не только офицеров, генералов, но и простых тех тружеников войны, как о них говорил Симонов, которые точно так же из, так сказать, войны в войну тащат на своих плечах. И у меня-то тоже в предках многие, у меня там не было, у меня не было никаких генералов, фельдмаршалов, это были обычные люди, которые вот так же в строю, в рядах, там, и Отечественного 19-го года и Вторую Великую Отечественную войну. Поэтому в данном случае я стараюсь так же сына тоже воспитывать с тем, чтобы в дальнейшем все-таки он тоже был, не знаю, будет он большим человеком, не будет большим человеком, это в данном случае как уж судьба поведет, кем он там захочет стать, но хотя бы чтобы он был достойным памяти наших предков, вот это я постараюсь сделать все от меня зависящее. Александр Владимирович, я бы хотела, конечно, постараться с вами поговорить еще о многом, но, к сожалению, время нашего, наша эфирная заканчивается, поговорила бы я с вами о морской пехоте, поговорила бы о вашем участии в экспедициях по поиску захоронения воинов Великой Отечественной войны и про архитектурные наследия, памятники, и про картины, и много-много еще чего. Но я думаю, что следующие наши встречи, в том числе, наверное, может быть, в них будут затронуты эти темы тоже. Спасибо вам большое за то, что вы уже сделали и за то, что все понимают и знают, наверное, будет сделано впереди еще больше, еще качественнее. еще лучше. Хотя вот, на мой взгляд, не знаю, если немножко еще затронуть тему мнения наших граждан на сайте «Активный гражданин», что бы я могла еще посоветовать и сказать? Вот, не знаю, по-моему, на сегодняшний день уже все мероприятия проходят, ну, грандиозно. На самом деле, нет дела совершенства. На самом деле, вот мы провели выборы, москвичи проголосовали за Сергея Семеновича, и еще, поверьте, в том большом плане, который у нас есть на перспективу, а это еще пять лет руководством городом. Как минимум, да. Много чего еще предстоит сделать. Да, знаете, вот если я вот когда служил на Кавказе во время службы форской пехоте, довелось побывать, там есть очень хороший кавказский тост. Конечно, есть чем гордиться, есть о чем хорошо вспоминать и на самом деле о чем говорить. Но я вообще-таки всем желаю нам, всем москвичам, чтобы самое лучшее, самое интересное еще было у нас впереди. Ой, какие замечательные слова. Спасибо большое. Александр Владимирович Кибовский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы. Я вас благодарю. Спасибо, мы всегда вам рады. С праздником еще раз. С праздником. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова